без понять без понятия что происходит я думаю мне надо идти забирать свою баунтиру ну так а что это шмот какая-то вылезла вот это вот просто на скиле up в летик я вам скажу я в шоке ребят всем привет с вами т.к. и сегодня у нас классный ностальгический такой немножко выпуск сидим мы в 2021 году с вот эта чашечка эспрессо и я решил полазить по старым водкам и прочей всякой такой истории я понял ребята что прошло 10 лет с момента когда я в последний раз нормально играл в доту большинство меня знает именно как стримера контент-мейкера постер крафт 2 но на самом деле на этом канале даже первые ролики были именно про доту ролики в которых я рассказывал как играть на меди на кэри то есть я рассказывал собственно такие гайдики как классно играть в доту это именно ролики по дота 2 но кто я собственно вообще в доте чтобы учители чем можно похвастаться или что можно вспомнить я профессионально играл именно в первую доту тогда не было еще больших призовых но тем не менее можно было зарабатывать какие-то денежки на этом поэтому можно было считать что был профессиональным игроком вот собственно я на одном из азусов в 2009 году это один из последних турниров на котором я играл что забавно на этой фотке именно я потею против денди начинающего вот какие-то вторые места на турниках короче весьма успешный был игрок основные мои роли это был кэри это был мид то есть я был но первая вторая позиция как это сейчас называется и еще уже в те времена в первую доту я вот такие вот стрелы вываливал и один разваливал двоих там на харде хотя понятия как харда в то время еще даже не было вот собственно мой дата баф во вторую доту в нее я профессионально не играл я закончил играть вот как раз таки в девятом десятом году первую во вторую играл немножко по фану меня звали ребята потому что играл я в разных миксах с сильными ребятами на in house лигах то есть это были места где можно было поиграть только топовыми игроками тогда ладдеров и ранки дав ммр а не было поэтому нужно было организовываться самим чтобы получать высокое качество игры и такие ребята как пгг кто знает как playmate дэнди мания пушер лода аки яма тех то есть все вот эти ребята играли на in house лигах также как и я вот собственно что во вторую я много наиграть не успел еще как вы видите вот мой основной пул героев и сейчас мы зайдем и я хочу запечатлеть так сказать свои первые впечатления спустя 10 лет не игры в доту да на dota buffy можно найти что я играл но это обычно случайные запуски один-два дня поиграть с друзьями в какой-нибудь turbo мод просто по фану так сказать поиграли пару часиков и все то есть вот семнадцатом году я запускал в двадцатом запускал но дата стал же после этого удалялась и больше не игралась поэтому можно честно сказать что реально 10 лет я особо не играл дот ну что ребята первый запуск поехали я вам скажу я в шоке ребята я себя побольше сделаю я во-первых шоке с этих меню тут все двигается новый я понимаю герои очень даунбрейкер получается очень для меня новая менюшка то есть я вот это вот прям что-то не очень понимаю вот это я видел очень много новых букв все светится меня радует знаете что вот я помню еще заходил может лет вот когда пять назад все было в магазинчик ах вот я сейчас не вижу что меня вот прям зовут типа на купи чего-нибудь стоит сразу нету нигде с этика всякой ерунды это где-то попрятано это достаточно приятно есть то есть возможность посмотреть прямо из клиента игры игры это прикольно то есть можно понаблюдать чему-то поучиться можно зайти посмотреть прямо из игры это круто вы понимаете что просто вот мое время такого реально ничего не было то есть как сейчас можно классно научиться чему-то посмотреть как делают это игроки сильнее тебя потому что раньше добыть просто повтор классной игры сильных игроков невозможно и реально все могли что-то придумать новенькое что никто ничего не знает сейчас конечно любая новая фишка сразу же расходится по интернетом по youtube и уже напряженно так сказать сохранить тайну какой-то новой стратегии можно сразу как я понимаю слушать с комментариями их мы не слушать не будем то есть можно наблюдать за происходящим посмотреть статистике очень круто очень много статов добавлено что раньше играли без стат было нормально скинчики конечно скинчики сумасшедшие вот скины слишком яркие ну да ладно искать и так все понятно вижу уже уже вижу кучу новых предметов которых я просто не понимаю как они работают ладно из игры мы выйдем как закрыть его не знаю я пока скажу так ребята первое впечатление прикольно я думаю стоит его дополнить игрой давайте сделаем первый запуск спустя 10 лет то есть мне пока все нравится ну понравится ли мне игра сразу зайду в настройки проверю что все окей так есть выбор регионов меня это радует посмотрим можно ли играть на европе без rush комьюнити так сказать проверим есть new player мод весьма прикольно не знаю насколько сейчас приток прям новых игроков дота но забавно что он появился очень интересный какой-то ранки сделали то есть я понимаю можно играть на своей основной роли спокойно и при этом у тебя будут накапливаться очки которые ты можешь тратить на основную роль а потом нужно отыграть там на саппортики например пару игр и это будет раздельный ммр как я понимаю без понятия как будет работать я помню когда его только вводили я зашел попробовать и там искалась по 10 минут было бы что поэтому я решил все равно не играть хотя вот этого мода давно не хватало будет интересно писать как он работает сейчас работает ли а кто из вас знает работает ли он нормально напишите обязательно в комментарии а мы стартуем on ранки turbo просто попробовать в это поиграть посмотреть что получится и обязательно досмотрев ролик до конца напишите ребята интересно ли вам посмотреть так сказать мои приключения в доте спустя 10 лет то есть смогу ли я своим знанием какими-то новыми знаниями преодолеть ту разницу в механическом скилле которую сейчас ребята обрели которые играть естественно все это время которые очень опытные очень умеют кликать но у них явно не хватает знания все равно по макро игре думаю такого же как у меня нету понимания и поэтому мне кажется в макро игре именно в хороших таких стержных играх нормальных я могу реализоваться и там поднять свой ммр как раз таки то есть если вам интересно знать какой у меня ммр будет после калибровки нам и так далее то в комментики ребята ставим лайки и все поехали с turbo мету я абсолютно не знаю вот на этом сигнатур и future фьючер персонажа кима и кэри любимая луна джаггер антимаг посмотрим что у нас с ними получится сделать стильные какие-то скинчики даже есть такие простятские не светяшки ну нормально посмотрим матч нашло за 30 секунд на это радует так начинается все с бана я не знаю просто забаним по приколами паря какого-то золочим мирану просто пойдем стреляем стрелы по фармим как раз в начале ролика я показал мувик древние замиранку разваливал харду сейчас конечно мы вряд ли что-то развалим также магазинчик такое что-то помню не помню свои кнопки надо вспомнить и меня этими так что мне надо на левый слот и на центральный вот так вот поделить свои вещи посмотрим посмотрим что у нас получится какой-то хера челлендж у нас появились то есть какие-то делики кто будет кутикс ну короче все как надо все как современных модных играх достаточно забавно о ребята сразу же меня предлагают просто как великолепно мирана мейнера да там все такое это круто не знаю что это значит у меня показали что смотрите он зашел нигномите наверно его сильно так я без понятия что делать смотрите пойдем наверх раз мы сказали что мы идем наверх что у нас там конец гайды да гайды давайте кукор ставим кор все что там по предметам все как обычно по предметам плюс-минус расскажу что немножко визуально очень отличается я смотрю лет вот здесь очень много местов для джуков просто то есть здесь лес был сплошной сейчас он прикольный игровой не кликают идти сюда а здесь здесь вообще все поменялось офигеть просто так это магазин здесь и так я понимаю это баунтирунка так где еще тут где-нибудь вообще без понятия так стоянка жучок какой-то без понятия что происходит я думаю мне надо идти забирать свою баунтируну не вижу смысла больше никакой ерундой заниматься а тут еще было я понял короче я пока не понимаю ну то есть надо надо будет реально понять что здесь происходит как играть эту игру ну ладно так мне нравится два в рейса и будем закупать два рейса будем закупать начнем пожалуй с прыжка я не буду пытаться харасить стрелой самого начала поменяли поменяли карту сильно то есть нужно уметь отыгрывать будет идет вот не зря я качнул прыжок и я вам скажу забавно забавно то есть чувак начинается бодиблока как минимум мне нравится мне нравится что здесь ребята уже делают мувы которые раньше они ну были такие весьма сейчас как я понимаю это нормальный мув взять там сделать бодиблок с раньше не все умели делать бодиблок сейчас он конечно делает такой выход ну оттолкнуть их от xp вот это все но второй уровень конечно да можете это позволить ничего страшного но дробка плохо контролит линию значит я пойду поступлю крипов подойдут по товарам и здесь немножко поиграем по товарам молодец он харасит только 100 пока что никакого интересно будет конечно анимации атаки все это вот дело она решает до стрелы стрелы уже не те но интересно интересно не байтится достаточно прикольная пытался забазить только что сделать скилл и шипан поражал кнопку но значит реакция у них еще плохая пока у этих ребят наверное но либо он просто не байтится так а что это шмот какая-то вылезла что за ерунда предметы выпадает скрипов свистных ну ладно так что это я использовать можно о какой-то чувачок а за него денежка отлично отлично так но мы начинаем в любом случае игру с афк из того что у нас парень дисконнект весьма замечательное начало игры тестифичные адвокат я понимаю а вот он за пик анекса все нормально ну не знаю пока ничего противного нету мне все нравится как она управляется конечно крепстат мы оставляет желать лучшего кто-то нравится нравится не здесь типичная дота степи с ними кинта проблемами ребят постоянно вот вот и первые разводилки вот это вот просто носки ли я пришел правда фармил от 80 уровня ко мне но мы с ним как разберемся саната турбомор так как сушу собирать есть проблемы начнем с линкин сферы короче дота нам сейчас открывает во-первых возможность очень интересные раскачки героев то что есть две ветки я понимаю которые очень по разную могут раскрыть можно сделать новых билдов придумать я вижу штуку которая вообще не понимаю что она значит аганин шаг какой-то и он же есть у меня в рекомендациях то есть есть новые предметы можно поизучать все это делает прикольно это интересно есть где подумать придумать это новых стратегий билдов на персонажей типов как играть можно вот и ну ребята я думаю что если вам интересно такая рубрика обязательно поддержите потому что ну вот это как говорится бесценно просто раньше на европейском сервере со мной вот такие вот ребяток все на русском разговаривают нормально наверное леон конечно вообще не реагирует ники кнопки не жмет мог поражать хекс я накинул стрелу и было в норм неудачку и разок ребята просто нахи донят потом пишут вот это 4 ну типа ты же сам не реагируешь на жука ну ты мог накинуть просто стана и все разобрали бы жука но стану ли он и делаю то не будь ой да я не знаю тяжело будет я вижу типа ребят есть какие-то микро мувы значит наверно как старкрафта сесть старкрафте типа вот алмазик да то есть там ребята мне делать микро мувы но они все еще не понимают как играть просто-напросто то есть вот ли он ну вот он очень явно что-то умеет но настолько вот делает глупые вещи бесполезные с точки зрения макро 0 он ну нажмите кнопку вот дурила ой 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 как просто жестко выживаем нормально нормально типа я бы даже назвал разминчик получился нормальный очень много новых предметов вообще прям хватает вау класс не нравится мне нравится и ребята если нравится вам то это очень прикольно потому что у нас будет боевой просто контент по доте будем гонять только рейтинг и мид мид кэри мид кэри будем гонять что-то из этого обязательно кстати если нравится напишите кай вам больше роль интересно то есть соло миды или кэри на самом деле миды интереснее намного потому что миде есть такая тема что все-таки как почти как сами играем независимо все сто процентов от того насколько команда сыграет плохо или хорошо так надо запомнить еще научиться как быстро мучить тут ребята любят пообсуждать про то какие они там ничего не умеющие пацанчики ну да ладно чё нас нас тут переворот возможно ожидает какие-то бои происходят нашел новое место для выпеки пока дух вывалялся принципе такое на на более удобная миника по все видно ничего не закрывается вот эта стрелочка вот это просто развалил но в целом во первых это turbo то есть turbo вот это не совсем нормальная дата для конечно дата где мы можем потренироваться нажимать кнопочки еще что-то но дата это про контроль линии еще про экономику про защиту правильную про распределение этой экономики среди команды это очень такая комплексная игра здесь конечно в turbo моде соотношением каждого персонажа к конечным результаты игры невозможно поиграть ну как на полную мощь показать все нюансы ну именно разыграться мне кажется нормальная тема в любом случае я играю где-то 10-20 turbo модов я сыграю в принципе так искать повспоминать как это вообще нажимает нажимается кнопочки прочие все истории вот и к моменту когда вы уже нас памяти комментов я буду готов так сказать показывать игру в рейтинге нормально вот поэтому ребята все в ваших руках возвращение от это в дотку или нет но это было классный камбэк мне очень было прикольно повспоминать именно как было и времена о том когда мой сэф тащил на миде часа скрепить он будет получать по щам на видео вот но такие вот дела от сыграю еще одну сегодня игру и в этот раз как раз не буду записывать как начало коменте сосредоточусь и попробую сыграть нормально носки лухи мою оп блютик этой игре уже clip score нормальный такой относительно то есть на 18 минуте 165 уже миньончиков добита у нас репов уже уничтожаем кэри соперника да в этой игре уже чувствуется движение чувствуется что мы просто тащим ну и вторая игра и уже сразу победа вот так вот ребята все виктори виктори от победа это какой-то там лавил об мы получили без понятия что эта штука нам дает что-то нам дает что мы не будем использовать вот и прикольно